Мы заканчиваем работу нашей сцены моноспектаклем Ильи Оленьева «Радости ради». И пока Илья готовится, еще бы хотел сказать несколько слов благодарности нашим звукооператорам, звукорежиссерам. Юрий Пунькин, сегодня весь день за пультом. Александр Солопов. Это люди, без которых работа сцены была бы невозможна. Спасибо, ребята. Да я знаю. Я на это всегда говорю, что мироздание мне очередной раз говорит, чтобы я не выпендривался. Ебанефик. Значит, что сейчас будет? У меня не так давно вышла книжка, как раз называется «Радости ради». И одноименный альбом со всякими дудочками, валынками, гитарами, электрой. Я вам покажу акустическую часть литературно-музыкальной композиции. Все, что происходит, все, что описывается в ней, все было на самом деле. И даже единороги, про которых пойдет речь, тоже были. Ну, если кому-то вдруг понравится, то тоже можете приобрести либо у меня, либо там на лотках. А что еще сказать хорошего там? В общем-то, я эту вещь читал везде. И в Кабаках, и в Донском монастыре, и даже в последний раз на Красной площади. Оставишь ли, Господи, в этих трепучих лесах, Где бурый хозяин сидит под ногами, как пес, Где каждое утро к порогу приходят веса И пьет молоко, И хохочет до слез. Здесь важный сахат И несет горделиво рога. И гадь непролазная Под сумерки пар от земли. Река молчалива И скорбна ее берега. Но тронется лед И пойдут корабли. Пусть ангелы плачут Старухи суда Речают, что молодость Трачу На слезы и крик И вместо ответа Холодная беда И учесть поэта Который привык Избавь меня, Господи, От неразумных идей Мне каждое слово дается С огромным трудом Я жалости к людям Не ведаю, зная людей Я знаю, что есть И что будет потом Поэтому, Господи, Дай мне остаться в лесу Приглядывай изредка Сущности, это легко Я буду стоять на пороге Встречая лесу Смеяться до слез Наливать молоко И в этом нет счастья И правда части Даров им причасти Достойным нет И вместо ответа Холодная беда И учесть поэта И сам не поэт Увы, не поэт Субтитры создавал DimaTorzok В 1408 году Едва ордынцы Двинулись Поход на Москву У Идигея Небесный конь Увел любимую Серебристую Вороную кобылицу На том самом месте Где утка Ветер спустился С небес Хан в гневе Зарезал своего Старого друга И основал город В котором я родился И живу по сей день А день мой Сегодня начался рано Я проснулся засветло От грохота грузовика Который каждое утро Опустошает мусорные баки У дома номер 5 На улице Оранжерей Мне нравятся Утренние сумерки Когда в городе пусто Мусорная машина уезжает И во дворе остается Один лишь дворник Платон Колобков Шаркающий по асфальту Деревянные лопаты Обитые узкой ржавой жестью Я люблю смотреть На падающий медленный Пушистый снег И высокую луну Которая словно партизанка Выглядывает из взорваных облаков Там наверху видать Сильный ветер Потому что они быстро Бегут по небу Причудливо меняя форму А у нас здесь Тишь и благодать Только мерные Ритмичные шарканье Дворничьи лопаты И в воздухе еще незаметно Но уже вполне сезаемо Пахнет весной Смотри, как в этом городе темно И лишь трамвай по улице И здесь не снег И не случилось И остальные пусть проявят милость И думают, что мне не повезло Ты всех обманешь радостью слепой Как я обманывал своей надеждой Так пусть все здесь останется, как прежде Кому-то в путь Кому-то на покой Дворничьи лопаты Единороги Вороной мускулистый С длинными тонкими ногами Конь И единорожек Сын Несуразный Ушастый Черный Как уголь Жеребенок Весь в отца мастью Маленький пострел Быстро С веселым ржанием Взлетал над облаками И со свистом Падал вниз Сложив крылья При этом Его большие уши Начинали топорщиться И хлопать на ветру Он же Плюхаясь в облако Пробивал в нем дыру Единорога мама Испуганно фыркала И делая вид Что сердится Брала непоседу Большими губами За хвост И легко теребила Тщетно взывая К порядку Платону нравилось Наблюдать за единорогами А кони не подходили К старику И даже не смотрели на него Колобков знал Что так надо И не печалился Дворник за зиму Настолько уставал От снега и лопаты Что обычно Где-то к концу февраля На неделю уходил В запой Стремительный И резвый Потом так же Неожиданно Выходил с сумерки И начинал чистить двор Изредка поглядывая В небо Оттепель всегда Была обманчива А весна Начиналась лишь тогда Когда В облаках Появлялись Единороги Я весну не люблю Точнее Раньше любил А теперь нет Пять лет назад Шестого марта Умер мой отец Я приходил к нему За несколько дней До печали Он был плохо И меня не узнал В бреду Просил пить И называл Наши с мамой имена Я поил его С чайной ложечки И видел Как угасает жизнь Рак Сожрал его за неделю И медикам И скорой Ничего не оставалось Как констатировать Агонию И ждать конца Я ничем не мог помочь И убитый И подавленный Сидел над умирающим Ему было Пятьдесят пять лет И пять дней А до этого Ну а до этого У меня Убили Друга Хорошего поэта А после смерти отца Через два месяца Разбился мой брат А через полгода У него родился сын А я Ошалев от кучности Событий Запил так Что чуть не умер сам Есть ли хоть одно Оправдание Этой весне Ктавер убери Прохудились Вашмаки В зиму Окольцованные Реки Мимо Вдоль нехоженых Болот Просень Спотыкается Придет Осень Я скажу тебе Сестра Здравствуй Это страшная игра В красных Яп Зиму Смерти на устах Иемля Очень сложно Кочевой Дуре Не улечься Мировой Бурей Вдоль дороги Все, кто мне Дорог Не качается На дне Порох Литератор на крови Скачет И ребенок Без любви Плачет Если брат По рожу бьет Брата И война Огнем идет В хаду Здесь Все, судя по всему Правы Мне такая Ни к чему Слава Я всем демонам Скручу Долю И в итоге Склопочу Пулю Оттого Что плохо Пел Север Оттого Что не скорбел С миром Потому И не слыхать Слова И приходится Молчать Снова Молчать Я захожу К Колобкову Редко Разве что Выпить И помолчать Ее Коморки По-советски Скудно Высокая Панцирная Кровать Тяжелый Стол Накрытый Полинявшись Катертью С бахромой До печь В стене Чай Будешь? Я тут Прошлогодний Сбор заварил Дочь Прислала Соказей Я не хочу Травы Морчусь я Ты про дочь Никогда не говорил А что Про нее Говорить Живет Где-то Бунтует Посылки Иногда Шлет Я лет Пятнадцать Я не видел Знаю Что есть И ладно Платон Тяжело Вздыхает Раскалывает Полено И бросает В огонь Выпить Есть? Я не надеюсь На положительный Ответ В магазинах С десяти Продают Ждать Еще долго Не дольше Они Они Вместе Месяцев Месяцев Назад Шею глубоко Копали На совесть Экскаватором А потом Это был Тебя-то Что ж Господь Не тронул Мрачно Усмехаюсь Я Ты тут Глеб Не шуткуй А то Выгоню От сель Платон Строго Смотрит На меня И в глазах Его Появляется Недобрый Огонек Дамир Татарин Воды Мне из источника В кружки Принес Там у храма Источники Есть Сказал Чтоб я Лицо Умыл А остальное Выпил Вот и живу Теперь за всех И пью Тоже за всех Все мы Пьем За наших Мертвых И снусь Беспокойся Крича Рыдала И Свеча А мне Лишь только Треск Ее был Слышан И я Сидел И кто-то Строги Свыше Мне Обещал Повторный Свой Приход И я Сидел И не Кончался Год Зима Еще Несмелая Была И сизость Голубиного Крыла Меня Несла Из декабря В декабрь Сквозь тьму Вопросов Что бы Где бы Как бы По низкому серому небу Пролетел клин белых усатых троллейбусов Они покружились Над моим домом Мигнули фарами Бибикнули И улетели В никуда В никуда Это очень далеко Там не кончается снег И колеса Обвясывают цепями Чтоб не скользили Там Бойкие старушки Словно Взъерошенные Воробьи С самого утра Щебечут на остановках И штурмуют транспорт Как Александр Матросов Отважно И самозабвенно А троллейбусы Кряхтят И умиляются Дай Бог им Всего самого-самого Чтоб Стекла их Не запотевали Чтоб усы Их были длинны И чтоб Никогда-никогда Не перегорали лампочки В их Пресветлых фарах Дай Бог Субтитры сделал DimaTorzok Милый мой Господи Крепости дай парусам Ибо благословен Воздух в этом краю Здесь колыбельные звездам Поют небеса И вокруг все поют И я тоже пою Ветер не стихнет Пока нас не пустят домой Я на ощупь пойду Здесь дорога одна Боцмана смоет за борт Налетевшей волной И в просветах луна И в просветах луна Радуюсь Господи Я наконец-то прозрел Мне шутливо грозит 35 апрель Пусть на крайне города Свет догорел Мой скрипучий хорад Вновь не сядет на мель Голос натружен И ветра здесь хватит на всех И трещат по русам Нам других не найти Пьяные черти И сладкие русалки Сами Не собьют нас с пути Видишь знакомые звезды За утлой кормой Как твой радостен лик И чистые небеса Плачь по ушедшим Да будет их вечен покой Мы вернулись домой Опускай паруса Мы вернулись домой Так давай паруса Мы вернулись домой Опускай паруса Мы вернулись домой Мы вернулись После Колобкова я иду в парк Что раскинулся в двух кварталах от нашего дома Вы не знаете мой парк Здесь я когда-то выгуливал собаку И влюбленных в меня красивых девочек Вот на этой вот скамейке целовался с Мариной Она вышла замуж за алкоголика Развелась и так и не перестала петь в церковном хоре А вот в этой ротонде укрывался от дождя саней Держал ее за руку и все что-то хотел сказать Но не сказал И она молча ушла Как казалось навсегда На самом краю парка почти у обрыва Стоит низкая церковь из белого кирпича Ну как церковь? Дом номер 6 В 17 веке это был храм А в середине 20-го коммуналка на несколько квартир На массивной входной двери какой-то умник С синей краской накорябал номер Д6 Перекрытия второго этажа давно обвалились Жильцы съехали на десятилетие раньше И только струб и обоев напоминают Что здесь когда-то были люди Так и стоит То ли дом, а то ли храм Под сенью заснеженных вековых дубов Очень давно я обнаружил Что в алтарной части под краской и обоями Сохранились лики Христа и Богородицы Видно, время пришло Явить себя миру Что-то очистил я Ацетоном и скребком Что-то время Я приношу с собой свечи, купленные в хозяйственном магазине Расставляю окон, зажигаю И сквозняк их почему-то не задувает А снаружи кажется, что храм живой Желтый вот близкий прыгает по стенам Тени скачут по углам Это моя тайна Это мой дом И моя радость Ведь все идет из детства Меня больно наказывали за плохие отметки в школе И я прятался тут от несправедливости и горечи Христос стал моим другом И я приносил ему свежие стихи Тогда понятие Бог было для меня Чем-то таким далеким и неосязаемым А в доме номер шесть жил молчаливый дядька Иисус С пронзительным взглядом Ну и которому, судя по всему, тоже пришлось не сладко Так и молчали мы оба, глядя друг на друга Только где-то далеко хрипло лаяла большая собака Она до сих пор лает по ночам, срываясь на вой Дилеечку Эти дни так похожи один на другой Я, наверное, скоро уеду в Воронеж Напишу тебе адрес и не твердой рукой Где меня ты найдешь, а потом похоронишь Видишь, видишь, это, мой друг, навалилась хандра Но она не водяра и глотку не сушит Если в мире главенствуют крики «Ура!» То я буду пытаться беречь свои уши Не печалься, мой друг Не печалься, мой друг Не моя в том вина Что я дал слабину там На каменоломнях, на задворках Империи пляшет война Впрочем, даже не наша А чья и не вспомнят А в Воронеже тишь Только блики витрин И меня не смущают Границы отчизны Я от стольких на свете Бежал украин Что в итоге сижу На окраине жизни И меня не волнует Вселенский вопрос Для кого я пишу свою лучшую песню Ведь когда-нибудь где-то родится Христос И, возможно, когда-нибудь снова воскреснет эти дни Так похожи один на другой Я, наверное, скоро уеду в Воронеж Напишу тебе адрес И не твердой рукой Где меня ты найдешь Потом На гитарке лэчик До конца Ночью снова шел снег Я вспомнил, что мой прадед Всю жизнь проживший на юге Боялся снега Фашистов, два раза занимавших город И устроивших бойню в балке за городом Не боялся Он считал их пусть и неизбежным Но временным злом А снежинки вводили его в ступор В одну из зим он похоронил свою жену Она потом приходила к нему по ночам С ангелами Звала к себе Прадед отмахивался от нее топором И назло всем ангелам прожил еще лет пятнадцать В последний мой приезд он меня уже не узнал Я очередной раз с ним знакомился И опасливо поглядывал на рукоять топора, торчащую из-под подушки Платон Колобков в рыжем свете фонаря В оранжевой спецовке Все так же шаркал лопатой по асфальту Наш двор, окруженный Кирпичными двухэтажками Построенный теми самыми Южными пленными немцами Всегда был самым тихим в городе Время остановилось здесь И было слышно, как поскрипывал старый тополь Так дворнику и снежинкам Которые, как мотыльки Велись под фонарным плафоном Я наблюдал в окно за Платоном Пил чай И пытался вспомнить Какой сегодня год и вечер И тут, будто бы из ниоткуда На небе появились единороги Я увидел их первый раз Но не был удивлен Я давно уже ничему не удивляюсь Маленькая угольная тень Отделившись от группы Молнией скользнула вниз И стопотом опустилась на ржавую крышу соседнего дома Это был жеребенок с большими крыльями Он призывно заржал И с грохотом ударил копытом по железу Платон поднял голову вверх Посмотрел на коней И расхохотался Он отбросил в сторону лопаты И побежал по тропинке к дому Какая-то неведомая сила Подняла его в воздух И он стал подниматься все выше И выше «Лечу!» — кричал Колобков И радовался, как ребенок Единорожек, захлопав крыльями Сделал круг над домом Он подлетел к моему окну Посмотрел на меня огромными серыми глазами Весело фыркнул и полетел догонять остальных Все, что ты хотел сказать Да выветрилось к утру И скрип половиц в раю Мою не разбудит дочь Мой сонник мне догадал Что скоро я не умру Поэтому будем жить И в проруби снег толочь Поскольку вокруг зима И лед достигает дна Нам многого не простят А сумерки за окном Напомнят тебе опять Что ты не живешь одна Что я не живу один Ты вспомнишь чудной январь Когда прилетал снегирь И снег под ногой хрустел Я ночью пишу стихи Унылое волшебство Там снова идут волхвы И в небе горит звезда А утром проснешься вдруг И вот оно Рождество Унылое волшебство Утром я иду к Платону В подсобку Не надеюсь его там обнаружить Его комнате тихо и пусто Печь остыла Постель застелена чистым И только серая крыса-руша Хрустит сухарями В клетке под столом Я беру клетку И несу ее в парк На улице сегодня тепло Снег совсем весенний Почерневший от возраста Бойкие синицы Скачут по насту Призывая весну Я открываю клетку И выпускаю крысу на волю Она держит в зубах Засохшую апельсиновую корку И недоверчиво смотрит на меня Потом так же недоверчиво Оглядываясь убегает На обратном пути Меня кликает девушка Извините, Глеб Вы меня не помните? Не помню Отвечаю я А вы мне жизнь Лет десять назад спасли Десять лет назад я пил Как, впрочем, и сейчас Дело не в этом Мне тогда было очень плохо И подруга дала мне Послушать ваши песни Благодаря им Я сейчас разговариваю с вами Замуж за меня пойдешь Прерывая девушку И пристально смотрю ее в глаза Я радуюсь Всяческому безмолвию И сумраку в небесах Ибо в унылом городе Где душно и часто жара За тридцать Именно после сумрака Небо извергнет дождь И прогонит страх И город снова заблагоухает Озоном, вином, горчицей Я радуюсь каждой пустой безделице И не отвожу глаза Когда на меня смотрит Бог Я снова впадаю в детство Он, впрочем, глядит молчаливо И думает, что ли он против А то ли за И вот оно право выбора Светлого дня Или темной ночи Мне кажется, я уже выбрал Но бросить курить Пока что не смог В отличие от спиртного Табак слишком щедр На вкус и запах И в день, когда добрые люди Все будут лицом стоять На восток Я отрекусь от прошлого И выдохну Трижды ославив запад Я радуюсь Долгому ожиданию А, впрочем, к чему Слова в нашем унылом городе Где душно и часто Жара за тридцать Мне кажется, будет всего Тридцать пять А тебе только Тридцать два Когда нас станет трое И я не закурю На крыльце больницы Тридцать два Через два месяца Я уеду далеко на юг Из города, который основал Хан Едигей в 1408 году Дом номер пять Отреставрирует И он станет большим Монастырским храмом Дядька Христос Так и живет В алтарной части И радостно встречает Всех пришедших к нему Не различая Ни пола, ни возраста Через полгода Ко мне приедет Та самая девушка Из парка Которая сможет Убедить меня Жить в радости Я брошу пить А она родит мне Потрясающую дочь Мое солнце И счастье С большими Задумчивыми глазами Серыми глазами Угольного крылатого Жеребенка И когда-нибудь И когда-нибудь Я обязательно вам Об этом Расскажу На картах моих Остановки отмечены Мое одиночество Хмурится Строгая снова Из города Еду под вечер И мой лабрадор Не уходит с порога Она будет ждать Моего возвращения А я преисполненный Всяческой благости Везу добрым людям По горсти прощения Котомку любви И еще больше радости Я множество лет ждал Рождение дочери Я ночью Загадывал Под звездопадом И видел, как люди Построились в очередь За призрачным счастьем А мне и не надо Ведь я уже счастлив В вершина мгновения Когда паровозный гудок В небе аист И Господь подарил Тебя в воскресенье А я улыбаюсь Заплакал от радости Тебя в воскресенье Тебя в воскресенье Тебя в воскресенье Хорошо И в качестве эпилога. Вот так вот уходишь на улицу под вечер, желательно пасмурный. Прохожий, замученный насморком, на небо не смотрит, сутулится. Ты вскоре встречаешь знакомого, он глянет, кивнет, понимающий. А ты, ничего и не знающий, бредешь себе мирно на конную. На улице конной нет лишнего, торгуют армяне картошкою. И бабушка, бабушка с рыжей кошкою сидят, ожидая Всевышнего. Слова подбирая так тщательно, и ссорой прочего пороха, Я радуюсь каждому шороху и небу шепчу замечательно. И птицы весну встретят пляскою, Синичьим, простуженным гомоном, я двигаюсь в нужную сторону. И песни пою над коляскою. И радость моя не кончается, Слова подбирая так тщательно, Я небу шепчу замечательно. И ангел в ответ улыбается. Спасибо вам большое. Спасибо, Илья. АПЛОДИСМЕНТЫ Для этого есть физические, на диске... АПЛОДИСМЕНТЫ